Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ну что ж, на этой неделе у нас уже будет розыгрыш серебряной монеты или монеты Гвина 95 года. А в этом видео я буду с гостем с канала Sealer Stacking Academy, Alex. И мы поговорим про инвестиционные монеты, про серебро. Если тема вам интересна, вы хотите узнать, в какие монеты стоит инвестировать, какие сейчас цены, продолжайте смотреть. А партнер этого видео – магазин GoldSilver.org.ua. Здесь вы можете выбрать себе те монеты, которые вам интересны, те монеты, которые сохранят ваши сбережения. Ссылочка на него будет в описании. Так что продолжайте смотреть и узнайте, какие же монеты стоит купить для приумножения и сохранения ваших денег. Ну что, поехали. Знаешь, я пока ты сейчас листаешь, я что хочу сказать. Серия слова «Чудовище королевы» вот очень не исключено, что оно пошло после того, как я их так стал называть на канале. Потому что по-английски это называется «Queen Beasts». Многие со мной тоже спорили, называли их там. Некоторые называют «зверями королевы». Это более, знаешь, если говорить фразу «звери королевы», это более академическое название. Потому что это пошло название. Это не серия монет так стало называться. То есть, есть определенные «звери геральдические королевы». И в какой-нибудь Википедии, если ты будешь искать, ты найдешь как «звери королевы». Поэтому, может быть, можно поискать и там в последующем и «звери королевы». Это более, да, кто-то их так называет. Но я их называю чудовищами, потому что мне нравятся. Я вижу, что здесь и к ним можно и капсулы докупать, и они, чтобы аккуратненько, чтобы не поцарапать. Не просто можно, обязательно нужно, конечно. Скажем, доступно. То есть, для любого человека, в принципе, выдели такую сумму 1600-1500 гривен. Кстати, что-то мы видим, что… А, вот 1700 даже. Это такая серия монет, вот конкретно про эту, если мы говорим. Здесь не только… Вот, понимаешь, есть, например, монеты серии, допустим, монеты Австралии, да, Австралия практически все свои монеты изначально выпускает в капсулу. Те же панды Китая, они тоже изначально выходят в капсулу. Поэтому все монеты, они имеют примерно одинаковое качество. Ну, даже не качество, а состояние, да. Поэтому и стоят они примерно одинаково. Если мы говорим про серию чудовищ-королевы, к сожалению, монетный двор выпускает в тубах, то просто это наложенные друг на дружку монеты. Ну, вот так вот, стопочкой, да, в пластиковом таком стаканчике, назовем это так, может, просто не в курсе. То есть такая пластиковая емкость, куда сложено 10 монет. И, к сожалению, часть монет деформируется, да, в период транспортировки с монетного двора, допустим, монетному дилеру. И в идеальном сохранении их вообще мало. То есть идеально это я называю МС-70, там, градированные монеты. Они стоят, может, вот представь, да, она стоит, допустим, изначально 50 долларов, я тебе просто грубо говоря, да, говорю, близко к цене металла. А в таком сохранении она стоит сразу 500. Просто это говорит о том, что в таком сохранении практически монет нет. Но, если говорить просто, понимаешь, совсем зашорканные монеты, и они могут стоить дешевле, чем монеты, которые в более-менее хорошем состоянии. Поэтому вот просто вот так выдернуть цену и сказать, что конкретно к этой серии, что вот она стоит там столько-то, и все стоят столько. К сожалению, вот к этой монетной серии сказать это нельзя. Вот состояние зависит и все. Все-таки, понимаешь, оно может быть не идеально, но оно стоит, все равно нормально будет. То есть вот я тоже все хочу сделать видео про состояние монет, да, и вот как бы что, как, но это очень, на самом деле, субъективно. И вот я к тебе, как коллекционер, скажу. Я, например, знаю, что вот, например, первая монета в серии, там, Лев вышла. Это нет, Лев, это вот восьмая монета в серии. А есть же там Лев Англии. Это серия с десяти монет, чтобы было понятно. Вот сейчас уже вышло девять, осенью выйдет десятая. И все, серия будет закончена, чудовища королева. И первая монета в серии Лев, она зачастую просто изначально, когда вышла, в монетный двор их плохо паковал, и там много монет с разной степенью дефективности. Найти идеальную, действительно, вообще сложную. Сейчас тем более сложно. Да и тогда тоже было непросто. Поэтому, вот я возвращаюсь к чему это говорю, что первая монета, она была массово, с какими-то проблемами. И иметь ее с небольшими проблемами сейчас в коллекции, да, в принципе, это считается даже удачей. Это хорошая серия монет, как бы. Странно было бы, что в России они популярны, а в Украине как-то народ их игнорирует и не покупает. Тем более, еще и Великобритания тоже считается среди нумизматов, как бы, ну, действительно, страна такая, монетопроизводящая популярные монеты, да. Какое следующее, посмотреть топовую монету? Ну, если мы говорим, вот, монету, приближенную к цене металла, это филармоника. Понимаешь, вот смотри, да, Алексей, я на канале как-то выпускал видео, называется «Какие монеты покупать новичку?». Если вот кто-то вот смотрит сейчас это видео и хочет, вот, заинтересовался серебряными монетами, ну, просто прям погуглите, какие монеты, серебряные монеты покупать новичку. Я там рассказывал и про филармоники, про их в том числе минусы. Там есть, не все так, как бы, вот, знаешь, они одни из самых дешевых серебряных инвестиционных монет, но не всегда все то, что дешево, да, ну, надо покупать. Но я стараюсь, знаешь, как сказать, это моя точка зрения, да, я никого не агитирую, потому что, ну, монета продается миллионными тиражами, конечно, у нее есть покупатель, вот, поэтому. Ну, просто я там, еще раз говорю, видео рассказал плюсы покупки, вот именно филармоников, допустим, да, и плюсы и минусы, вот. А уж когда человек посмотрит, это уже его, как сказать, покупатель не платит. То есть в золоте филармоник, он нормальный, хотя крайне такой с балалайками он своеобразный, но есть и лучшие вещи в золоте, да, которые можно купить по этой же цене. Я вот тебе вот скажу, да, когда я покупал монету Льва, как раз Англии, в золоте, вон, совку, он стоил, может, на 4 тысячи дороже в тот момент вот этого вот филармоника, то есть была, условно говоря, знаешь, филармоник стоил 70 тысяч рублей, а лев стоил 74 тысяч рублей. Сейчас филармоник стоит, условно, опять же, 160 тысяч рублей, а льва ты и за 200 тысяч рублей особо не купишь. То есть там разрыв произошел уже именно в нумизматической составляющей. А здесь вот он как стоил по цене металла близко, так он и никуда не ушел. Потому что, то есть в золоте тоже есть монеты, которые со временем растут в цене именно как коллекционные. Вот. Понял. Слушай, спасибо большое за такой вот экскурс в монеты, монеты инвестиционные в первую очередь, в понимание, где их покупать, почему их покупать, какая у них, собственно, ликвидность. Что еще хотел сказать? Может быть, ты хочешь что-то пожелать всем зрителям, кто посмотрел это видео? Пожелать, пожелать. Прежде чем что-то покупать, вы с тематикой в тему повнимательнее углубитесь. Поглубже посмотрите канал Алексея, если будет желание, мой канал посмотрите. И, наверное, вот я так скажу, вначале не покупать какие-то сверхдорогие монеты. Это, может быть, вот не лезть совсем глубоко в коллекционные монеты, вот о чем мы говорим каких-нибудь там 17, 18, 19 века. Все-таки более по разумной цене приобретите. По разумной цене купите, например, может быть, одну монетку, вон там, панду, посмотрите, как она выглядит. Хотите, филармоник купите. Посмотрите, получите, потрогайте, в руках подержите, посмотрите, что вам больше нравится. Посмотрите, как эти серии в цене росли на протяжении каких-то предыдущих лет. Что еще можно пожелать? Но еще раз, инвестирование в драгметаллы – это не покупка биткоина. Купили сегодня, продали завтра, попытались продать подороже. Все-таки это инвестирование на долгосрок, но, как показывает практика, те, кто покупает, я вот это, знаешь, как называю, Алексей, правильные монеты, несмотря на то, что они все сделаны из серебра и золота, на долгосроке не проигрывает. Спасибо тебе огромное. Друзья, переходите на канал Алекса, ссылочка будет в описании, подписывайтесь, пишите комментарии, вопросы, которые у вас есть по поводу инвестиционных монет, может, что-то еще. И до новых встреч. Всем пока. Всего доброго. До свидания. Спасибо за то, что пригласили.